всем привет вы на канале сайта как страсть меня зовут максим в этом видео мы продолжаем наш марафон это вторая часть мы будем предложить сегодня собственно говоря нашу hero часть и наверное чем каталог посмотрим насколько мы успеем его закончить тут уже будем смотреть по обстоятельствам давайте начинать поехали и так собственно что нам нужно нам нужно доделать вот эту секцию да в принципе у нас плюс-минус похоже уже менюшка да и подключить шрифты как я и говорил у нас они пока не подключены давайте этим займемся я зайду на webfonts.pro а не зайду у них умер сайт ну ладно не вопрос у нас есть intro font давайте мы его найдем так фонс онлайн ну например допустим с фонс онлайн и что нас интересует в интро это мы посмотрим через плагин фигмы который называется font фэйша или фасчер неважно интро бук интро регула и интро болт хорошо отлично так это у нас что это у нас регуляр хорошо есть что-нибудь другое здесь кроме регуляр судя по всему нет ну давайте скачаем то что есть хотя бы пока окей интро 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 болт италек интро регуляр интро блэк интро блэк интро блэк италек бука здесь я не вижу окей так жалко что webfonts не работает но он бывает так о фонд так что он здесь регуляр что у них есть еще кроме него интро 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 в чем отличие между ними а типа это италек интро конт так интро болт окей болт нам нужен по всему давайте его скачаем да ожидаем нужное количество секунд а в этот момент мы пока можем найти фонд фэйс генератор вот наши интро все на месте давайте теперь с ними разбираться в плане подключения в плане преобразования и подключения отлично первый фонд есть дальше идем сразу второй все сразу сконвертируем потом достанем ну и собственно это третий интро бук теперь заходим в срц в ресурсес фондс удаляем здесь не нужен нам шрифт и вместо него уже будем вставлять наш да давайте его заберем вот они мы можем сразу открыть ттф увидеть что это у нас видимо болт версия да скорее всего здесь у нас давайте ее тоже вставим у нас здесь что как будто бы такая же версия ладно так и еще у нас здесь есть интро бук наш так а не ошибся ли я регуляр давнет вроде бы не должен просто нам теперь понять где какое и какой какая толщина так сказать что все созданы выдают интро интро а она мне не выдает никакой фонд вейд ну в принципе да и не должно по идее окей интро интро так это у нас интро бук что здесь еще раз мне как будто бы одинаковые да здесь нельзя сказать что они какие-то разные окей ну первым я скачал по моему вот этот с цифрой да и он был regular давайте назовем его вот так вот вот а здесь назовем собственно говоря интро болт вот ну и теперь эти шрифты нужно подключить кстати да вов версии мне не нужны я зарегистрировал у меня поддерживает сборка только вов 2 поэтому не нужны и здесь в фонтах мы раскомментируем include здесь напишем интро а здесь уже будем подключать непосредственно наши шрифты у нас есть интро regular да далее у нас есть интро собственно говоря бук и интро болт вот если в regular и болте я уверен то бук давайте посмотрим бук он будет потому что он очень редко попадается но действительно иногда есть и нужно понимать что это вообще за значение так если здесь она где-нибудь у нас фонт вейт болт лайт прин нет такого нет бук логила медиум бук из 400 медиум из 500 интересно ну допустим 400 ставим хорошо сохраняем страничку обновляем наши шрифты вроде бы остались такими же вроде бы все на месте давайте попробуем кнопки теперь написать он фонд фемилинтро да ну и фонд выйт попробуем поставить 400 а 400 на месте 500 и 300 тоже нет 800 изменяется странно очень странно как это работает именно с буком да действительно у него странно как это работает это начертание, что вот у нас regular, как я понимаю. Да. А вот есть у нас здесь book, который regular. Странно. Давайте попробуем немножко иначе тогда сделать. Найдем немножко другое, intramedium и сделаем его. Мне кажется, так будет логичнее. Так, только это не то. intrascript intramedium intro. Нет, это не то, это уже intrascript какой-то. Что у нас нет, минимум что ли у intro? intrascript intrascript. Да, действительно нет, значит. Так, а есть у нас сейчас давайте попробуем написать прям на верстке. Что-то мне не нравится это все. 400. В ходе напишем 11 рублей вот этих вот. Так, это у нас, вот это именно вот этот шрифт, да, то есть нам нужен пожирнее. но что-то между болтом, да, и у нас здесь в принципе такого нет. Ну вот бук, но у бука другая толщина. А если мы поставим здесь, например, 600, ну вот, наверное, как-то так нам придется делать, да, то есть 600 это, скорее всего, бук. я так это подозреваю. Давайте делать так, значит, поставим здесь, как есть. Так, поставим 600. И здесь еще раз попробуем сейчас. Так, font family intro. Вот, да, и, собственно, у него там применяется болтом, и font weight напишем 600. Так, нет, 600 не хочет. 400. Так, назад. Тогда наоборот придется делать. В общем, сложности какие-то со шрифтом, ну, в общем, примерно поняли, давайте теперь уже разбирать непосредственно с лирокской данного сайта. Итак, у нас здесь есть блок 528 в высоту, пожалуй, наверное, ему можно задать эту высоту без последствий. Давайте попробуем это сделать. hero. Почему можно? Потому что, ну, в принципе, контента и так достаточно немного в этой части, да, как видим, здесь совсем мало его будет. Буквально несколько. И поэтому, я думаю, легко мы с этим разберемся. Что здесь еще стоит задать? Явно нужны нам паддинги будут какие-то, ну, скажем, хотя бы по 50 пикселей, да, чтобы на всякий случай, чтобы что-то было. Ну, давайте заменим на min-height, хотя мы поставим хейт. Хорошо, мы сделали паддинги, уже лучше. Теперь давайте для контейнера, это мы вернемся сейчас в hero в part-shells и в hero.html. Здесь напишем еще класс hero контейнер. Это нужно, чтобы какие-то определенные стили только для этого контейнера задать. Мы это и сделаем. У нас будет здесь высота 100%, display.flex, flex.direction.column и, наверное, gsci.content.centr. Вот. Это все я сделал для того, чтобы выровнять контент данной секции по центру непосредственно. Вот. Теперь мы видим, что у нас все по центру. Так, только нам... Давайте посмотрим, что здесь происходит с элементами. Кнопка растянулась. Давайте поставим еще здесь align items flex start, чтобы элементы не растягивались. Вот. Ну и все, собственно говоря, да. Теперь мы можем уже стилизовать непосредственно данные вещи. Давайте это сделаем. Так, давайте для... Что у нас? Мы хидро закроем, хидро перенесем вот сюда. Hero bg-text, да. Давайте сделаем bg-text. Пока что display.on, чтобы она не мешала в лишний раз. И займемся заголовком. Да, у нас есть title. Ну и, в принципе, с стилизацией элементов очень легко все, да. У нас здесь есть определенные значения, там 36 и так далее. И плюс у нас в переменных тоже есть определенные уже заданные значения. Давайте их тоже посмотрим. Здесь у нас есть middle high font. Поскольку у нас, в принципе, 36 встречается, по-моему, один раз, только здесь, больше нигде. Наверное, не стоит выносить эту переменную. Мы просто сделаем отдельно вот здесь font и напишем свои значения. Мы можем это скопировать, в принципе. Ставить сюда. И здесь уже написать, написать свои значения, да. Что здесь 36. Что у нас здесь тоже 140. И что цвет у нас тоже будет белый. Color white, собственно говоря. Поглядим. Да, действительно, все здорово. Ну и нам как-то нужно ограничить теперь данный блок. У него 580 ширина. Значит, мы напишем max.biz 580 пикселей. То есть мы просто говорим, или даже 50%, наверное, да, учитывая, что это все равно сетка. Да. Это все работает, но не совсем. Видите, да, буква S у нас не переносится. Чтобы это сделать, мы немножечко поменяем текст. Заберем этот заголовок. И зайдем в сервис, который называется типограф. Этот сервис позволяет автоматом расставить неразренный пробел и еще какие-то символы там, где они нужны по правилам языка. И, собственно говоря, нам уже, как видите, нажал типографить, нам все расставилось. Мы забираем готовый текст, вставляем его. И вот теперь буква S переносится, потому что у нее стоит неразренный пробел, и это позволяет тексту правильно переноситься в нужных местах. Вот, в общем-то, мы все и сделали. Ну и, конечно, нужно сделать margin 0, чтобы сбросить отступы. Я про это рассказывал, да, что отступы не должны быть лишние. Только то, что мы сами задаем, сами полностью контролируем. Окей, идем дальше. У нас есть здесь следующий текст, который intro book, и у которой, по-моему, нигде не встречается. Да, давайте мы ему присвоим сразу что-нибудь типа параграфа. Да, параграфа, и при этом немножечко подкорректируем. Мы это себе можем позволить. Да, и увидим, что, короче, это, говоря, у нас стиль параграфа определенный. Да. Вот, мы его заберем. И это у нас будет просто middle font, да, в котором будет здесь стоять, собственно говоря, 400, у которого... Угу, все правильно. Здесь будет размер шрифта 16 пикселей, и line height остается 140. И middle font мы теперь применим для нашего description, да. Description. Я уже знаю, что там description, потому что привод писать так. Мы просто сделаем так. Ну и var middle font. Middle font. Смотрим. Действительно, все применилось, все хорошо. Давайте попробуем ради интереса сейчас применить здесь 600. Так, только в middle font, да. Ага, у нас он берет и все еще увеличивает, да. Значит, не совсем тот шрифт все-таки подключился у нас. Но смотрите, на самом деле, вот здесь мы посмотрим, что у нас будет в итоге. Да, вроде regular, но на самом деле как-то не очень regular, слишком толстый. В общем, интро такой вот странный шрифт, но в основном нам пригодится именно версия book. Да, насколько я помню, у нас здесь, ну не то чтобы слишком много regular, да. Всего лишь 45 раз. Это всякие там подзаголовки, цены, кнопок какие-то, шрифты. Ну, в общем, мы с ними разберемся, когда уж будем их делать. Хорошо. Вернемся. Изменим, правда, на 400. И важный основной момент это, собственно говоря, подключение, ну, не подключение, а использование данного шрифта. Тоже нужно поставить ширину и тоже стоит его оттепографить. Будем брать себе за правило типографить такие вот абзацы текста. Хорошо. Ну и ширина у него, если мы посмотрим в макете, чуть меньше, да, там. Ну, можем в принципе в пикселях написать, 480, да, либо написать max-width calc 50% минус 100 пикселей. Да, мы помним, чтобы здесь было 580, а здесь 480, значит, можем себе позволить вот такой вот обрез. После ребака переносится, да, у нас все то же самое. Отлично. Ну и color, да, color white обязательно. Вот. Ну и, как помните, я не делаю все именно идеально с точки зрения пиксель перфекта. Я делаю просто по макету. У меня в макете везде отступы примерно неинаковые, да, здесь 40, здесь 20, ну и во многих из так так. Поэтому я, помимо main offset, еще задам здесь second offset, который назову 20 пикселей. Ну, то есть, я дам ему 20 пикселей. Поэтому здесь margin bottom будет у нас var second offset. Вот. Ну, собственно, и все. Вот тут есть, все хорошо. И кнопка теперь. Как помните, тоже кнопка уже готовая. У нее есть даже состояние ховера готовое, да, то есть мы можем здесь даже переключаться, да, нажимаем на нее. Ну, здесь можно уделять hover default. У нас здесь был hover style, нам нужен именно default. Вот он. Ну и давайте этот default теперь сделаем. Для этого мы пойдем в settings. да, поскольку эта кнопка, она как бы главная, да, мы ей зададим определенный стиль и сейчас. Здесь, как видите, вот у нас есть класс btn, потом btn primary это именно для вот такой кнопки. Ну, и move to это для джейса. Итак, что у btn будет? По факту, по факту у нее будет следующее. У нее будет background определенный, но не такой именно, да, border radius будет. В принципе, он у всех, но у кнопок одинаковый. Ну, и, наверное, работать со шрифтом будет одинаково. Поэтому давайте начнем с border radius. 4 пикселя. Далее мы здесь укажем primary и background ему зададим var accent color. Или как он там у нас называется? А, color accent. Ну, хорошо, не проблема. Color accent. Вот это background будет. Отлично. Обновляем страницу, смотрим. Действительно все на месте. Теперь шрифты, да, font. Вот здесь уже интересно, что со шрифтами. Вот нам говорят, что здесь intro regular. Но, как мы видим, здесь сложно сказать, что это regular. Но давайте попробуем. Да, мы попробуем пока вручную. Заберем вот это. Ставим сюда, поставим здесь 400. Размеры этого шрифта. Что у нас здесь? 16 и line height также 16. Давайте попробуем поставить вот так. Хотя, в принципе, мы можем использовать. Ну, давайте пока так оставим, потом можем использовать. Смотрим. И да, толщины не хватает. Но если мы сейчас поставим здесь 600, как я думал, то увидим большой шрифт. Значит, все-таки мы что-то со шрифтами намудрили немножечко. Так, 600 intro regular. Очень странно, что он так выдает. Ну-ка, давайте еще раз. Intro regular. Вот, в общем-то, толщина у него вроде адекватная. Даже, ну, то есть такая, которая должна быть. Давайте попробуем еще раз. 8436 ttf. Давайте. Так, 8436. Может быть, я что-то не то скачал случайно. Все может быть. Окей. Давайте попробуем его теперь сюда подключить. Собственно, копируем его в два формата. Удаляем наш intro regular. И вот здесь пишем новый intro regular. Так, обновляемся. Ага, все то же самое, да? Так. 400. Вот он сейчас подходит. А как тогда он определяет вот здесь? Интересно. Интересно понять. А если поставим вот здесь 300? Интересно. 400. 600. Ну, 600, то есть, не должно быть. Даже как-то странно было бы. Окей. 200. Ну да, видимо, нам остается оставить 400 и 400. Очень странно работает шрифт. Но вот как есть. Значит, оставим-то как есть. Больше ничего не поделать. Окей. Хорошо. Значит, возвращаемся в settings. 600. Все дела. Только здесь не 600, а 400, да? Ну, собственно говоря, у нас в шрифтах. Так, здесь хорошо. В применных. У нас вот здесь уже есть похожий шрифт. Вот он, middle font, собственно говоря. И мы его сюда применим. Так, только назовем просто, да? Middle font. Ага. Так не хочет. А если фонт ввое 400 указать? Или мы не можем вот это реопределить здесь? Давайте попробуем забрать. Вот так. Ага. А если так? Там же меняется что-нибудь, да? У нас вообще работает. Да, работает. Меняется что-то. 600 еще раз. Во. Слушайте, ну кажется, 600 работает. Но только странно работает. Давайте еще раз. Так. Fonts. Если поставить сюда 600, то не сработает. А если поставить 400 здесь, но 600 в коде, то работает. Очень странно. Ну ладно, хорошо. Будем знать, что и такие нюансы чисто случайно возможны. Тогда мы возьмем сюда middle font и напишем, что это middle font sm. sm просто, ну типа увеличение какое-то, да? То есть по толщине. То есть это будет то же самое. Просто добавляем sm сюда. Ну и settings мы, собственно, можем вот теперь использовать. var middle font sm. Отлично. Все здорово. Давайте теперь продолжать. У нас теперь идет color. var color white. А еще, наверное, лучше будет этот color записать именно в primary class. Да, потому что он только для этого нужен, по идее. Вот. Ну и теперь примерные размеры мы будем соблюдать за счет паддинга. Да, здесь 47, 22. Ну давайте, в принципе, попробуем так и задать. Паддинг. Хотя нет, давайте не так. Мы возьмем по-другому. Мы возьмем вот здесь паддинги правильные. Вот здесь у нас паддинги как раз-таки. Да, 47, 22. Все правильно. Хорошо. 22 пикселя, 47 пикселей. Сохраним. Там неправильно пока код написан, но не важно. Ну и, в принципе, кнопочка похожа на правду. Да, она уже на месте. С ней все хорошо. Паддинг только изменим. И все будет здорово. Отлично. Все четко. Ну и отступ теперь, 40 пикселей, да, от этого элемента. Да, мы нажимаем там var main of set у нас называется. Да, main of set. Вот и все. Вот топ есть. И остается здесь еще указать, что мы хотим transition. Да, transition мы хотим. На color. Точнее, не так даже. Ну, не только на color. Хотя в данном случае. Пусть будет и color, да. 0.3s is in out. И на background. Это в случае с другими кнопками нам пригодится. background.color. On 3s is in out. Отлично. Но вот здесь вот в праймере мы укажем, да, что мы хотим hover, background.color, var. И поскольку у нас этой перемены еще нет, мы ее сейчас зададим. Давайте открываем varse. Так, не font, только varse, пожалуйста. Вот они. У нас есть color accent, а мы сделаем здесь color accent hover. Вот. И этот color accent hover мы узнаем вот здесь. Вот он, собственно, c и так далее. Вот так, собственно говоря. Уберем лишнее, уберем большие буквы, так как это запрещает нам. Вот. И здесь, собственно, color accent hover. Отлично. Смотрим. И действительно, наведение работает. Мы очень быстро и просто сделали нашу кнопку. Она уже работает. Все отлично. Все здорово. Вот. Все отлично. Все хорошо. И здесь вот у нас еще есть padding 20 пикселей, да. Давайте мы его соблюдем, так сказать. У нас здесь padding пока что никаких нет. Мы их соблюдем. Вернемся в header на секунду. И укажем здесь, что padding, var, main offset и 0. То есть сверху, снизу по 20 пикселей. Но как-то это многовато, да. Это, наверное, из-за того, что у шрифта большие размеры, да. Как-то многовато выглядит. Не стоит ли нам здесь немножечко схитрить? Да, вот здесь 20 и здесь тоже у нас 20. Но из-за шрифта, да, проблемки есть. А если мы попробуем здесь поиграться? Например, поставить linehate 1. Давайте поставим для лога linehate 1 и оставим как есть. Лога у нас есть в отдельном файлике. Это все для удобства мы делали заранее. Поэтому linehate 1. И вот так оставим, пожалуй. Да, ну и border bottom, конечно, нужен. Мы это помним. Давайте его тоже сделаем. Собственно говоря, он у нас для контейнера, да, нужен. Для header-контейнера. Но header-контейнера, видите, нет отступа. Поэтому мы еще немножечко поменяем код. И сделаем паддинги, собственно говоря, для контейнера. И укажем этот border bottom. Вот он у нас есть, да. Мы заберем этот цвет. И, пожалуй, он везде используется у нас в бордерах. Поэтому очень просто будет сделать здесь color border какой-нибудь, да. И указать его вот такой готовый. Поэтому вот здесь будет border bottom 1px solid и color border. Только в правильное место его нужно положить. Именно вот сюда. Сохраняемся. Проверяем. Ну и да, наша шапка на месте. А я случайно закрыл, собственно говоря, браузер. Давайте его заново откроем. И снова localhost откроем. Вот, все здорово. Отлично. Ну что ж. В принципе, все ок. В принципе, все выглядит вполне себе неплохо. Может быть, все-таки многовато отступы здесь. Я указал main offset, да. Ага, вот почему большой отступ. Потому что здесь у нас second должен. Вот. Вот теперь у нас все выглядит действительно правильно и отлично. Хорошо. Так, смотрим, что здесь с этой секцией. У нас здесь был контейнер. Да, он есть. И паддинги 50 нам мелковаты, пожалуй. Да, можем хендер закрыть. 50 паддинги мелковаты. Давайте их побольше сделаем. Скажем, по 100 пикселей. Так, 100 пикселей применилось. Применилось. Отлично. Вот теперь контейнер у нас хотя бы на месте находится. Отлично. А можем еще попробовать этот паддинг указать вот сюда. Нет. Ничего особо не меняется, поэтому, да, разницы нет. Ну и в целом, в целом, я думаю, так и оставить. Почему бы и нет? Единственное, что вот здесь отсюда, наверное, побольше выглядит. Да. Давайте попробуем поставить побольше. Скажем, 130. Так. Еще где-то что-то лишнее есть у нас. Вот эти паддинги, которые здесь не учитываются, что ли. Да, мы сделали паддинги. Убрали здесь, короче говоря, случайно, да, видимо. Общий паддинг контейнера, да, 15 пикселей, мы их случайно затерли. Бывает, ничего страшного. Вернем 15 пикселей. Ага. И бордер нам нужно тоже изменить. Бордер нужно изменить. Бордер нужно изменить. Давайте посмотрим. Вот здесь хаддр лэфт, контейнер. Вот бордер из-за этого, да, неправильно работает. Но здесь два варианта, да, либо сделать псевдоэлементом, что мы, наверное, и сделаем, либо переделать немножко лёгстку. Но давайте сделаем псевдоэлементом. Такое бывает, ничего страшного. Мы сделаем хаддинг пустой. Позитившим абсолют. Left 0, bottom 0. Близ 100%. Почти, да. И хейс 1. Почему почти, сейчас поймёте. Ну и color border мы используем в качестве background color. Вот так. А это уберем. Нам это уже не нужно. У нас сейчас, конечно, ничего внешне не изменится, скорее всего. Да. Но и не должно. Мы немножечко здесь хитрим. И что сделаем? Ну, во-первых, мы поставим здесь переменную. Назовём её padding 15 пикселей. Вот. Будем пользоваться переменными, они нам помогут здесь. Собственно говоря, что здесь используем padding. И здесь мы используем переменную padding 15 пикселей. Даже не так. Да, не так точно. Мы оставим здесь 50%. А вот здесь вот укажем, что мы хотим. Calc 100% минус. Собственно говоря, warp paddings умноженные на 2. Сейчас поймёте, я всё ещё объясню детально. Translate x минус 50%. И вот. Что же я сделал? Почему так произошло? Почему всё работает? Да. Как это вообще случилось? Собственно, я выровнял по центру данный border. Вот 50% и transform. А здесь сказал, что я хочу 100% минус 15 умножить на 2. То есть отнять здесь 15, здесь 15, получите 30, да? И по сути 100% минус 30 пикселей сделал. Просто сделал это через переменные, потому что, ну, мало ли, вдруг поменяется padding. Его легко можно будет потом исправить, если вдруг нам понадобится. Отлично. Ну что ж, не вижу больше проблем. Всё хорошо. Вот. Единственное, что мне кажется, что здесь мелковатые как-то пункты получились. Хотя, по факту всё совпадает. Да, 14 пикселей. Да, всё на месте. Но как будто бы верстка они поменьше кажутся. Вот прям кажется, да? 54 на 14. Давайте проверим просто. Ну нет, всё правильно. На самом деле по размеру правильно. Значит, всё хорошо. Это мне, значит, показалось. Ну здорово. Ну, примерно вот такая вот наша шапка будет. Осталось только большой текст, который биджетекст, собственно говоря, доделать. Вот он у нас. Position Absolute мы поставим. Пока что left 0, топ 0. И давайте стилизовать непосредственно сам текст. Мы его возьмём. Он единственный в таком виде, поэтому, я думаю, здесь мы не будем никакие переменные делать. Мы просто возьмём готовые. Готовые значения. Да, вот здесь укажем 700. Это мы уберём. Функт size, фонд weight оставим как есть. Проверим. Да, действительно, появилось. Так. Уточним, что это действительно... Нет, это не то. Видите, алил. Да. Фонд фэмилии. Интро. Санцель. А если так? Во. Всё хорошо. Теперь двойные кавычки только требует. Наш код, но не беда. Здорово. Биджетекст. И что ещё нам остаётся? Это указать ему вот такой вот цвет. Ну, в принципе, тоже, поскольку он единственным. В единственном виде мы укажем ему цвет уже готовый. Вот. Отлично. И он уже сам находится как бы под низом, да? Что тоже хорошо для нас. Вот. Остаётся его спозиционировать, в принципе, да? Ну, он здесь плюс-минус по центру находится. Да. Единственное, ну, немножечко не по центру. Ну, давайте поставим здесь, короче, 150%. Сейчас для hero нужно поставить position relative, да? Потому что мы относительно него будем делать всё. Left тоже 50%. И вот transform теперь у нас будет. Translate. Translate. Минус 50%. И минус 50%. Это для того, чтобы у нас всегда было по центру всё. Отлично. Это мы тоже сделали. Так, снимок появился. А что он... Куда у нас делась шапка? А, шапка делась, потому что мы для heal указали position relative. Это тоже нормально. Чтобы этого избежать, мы укажем затынок здесь какой-нибудь большой. Вот. Отлично. В целом уже выглядит неплохо, но, конечно, у нас немножко по-другому в макете. Поэтому мы здесь чуть-чуть переделываем сейчас, да? Что мы можем сделать? На самом деле, дать margin top какой-нибудь условный, там, да? 50 пикселей, например. Вот. И указать, что мы хотим ещё margin left. Тоже 50 пикселей, пожалуй. И вот примерно вот в это место мы сдвигаем. Опять же, я не делаю пиксели perfect, поэтому в целом выглядит вроде нормально. Можно даже здесь поменьше сделать. Вот если посмотреть на кнопку, да? Вот примерно вот так оно и выглядит. Вот. А попробуем его ещё немножечко изменить. Если это индекс минус 1 поставим, если это сработает. Не сработает. А если 0? Тоже нет. Ну, мы 0 оставим на самом деле, тогда будем применять вот сюда position relative и zindex, допустим, 5, чтобы контент накрыл наш контейнер. А у нас так не получится. А, у нас, потому что в контейнере bgtx находится, да? Окей, а если мы вот так сделаем? Вот сюда. Ну-ка. Ага, вот всё. То, что я и хотел сделать, собственно говоря. Вот наш сникмакс, всё на месте, всё работает. Здорово. Здорово на самом деле. Мне кажется, всё плюс-минус, да? Мы можем, конечно, ещё здесь немножечко поработать с паддингами, да? Увеличить их, например. Но в целом это уже ничего не меняет. Поэтому, я думаю, ставим плюс-минус вот так. 130. Можно ещё попробовать немножечко стайлом поиграть. Ну, скажем, margin top 50, да? Чтобы он сдвинул весь контент. Вот, наверное, вот так будет интереснее, да? margin top 50. margin top, как я и говорил, не всегда использовать уместно. Но вот здесь вполне себе подходит. Почему бы и нет? Здесь вполне себе можно. Ну, и здесь тогда поставим тоже на 50 больше. Чтобы вернулось на место. Ну, вот, да. Примерно вот оно. Примерно по макету. Отлично. Ну что ж. Давайте приходить к каталогу. Каталог интересный. И начнём его делать. Но, наверное, уже в следующей части. Уже у нас 32 минуты. Поэтому давайте до следующей части. В этой части мы сделали, собственно, нашу хирусекцию. Сделали некоторые базовые стили, которые нам дальше помогут. И подготовили почву под каталог, который мы продолжим в следующем уроке. Мне на этом всё. Всем успехов, удачи, до следующего видео. И пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...